Ма, это ваш кабинет. Ваш кабинет? Да. Ну да, внутри написано второй Б. За новой партой, обязательно первой, Валера Савицкий будет заниматься уже завтра. А сегодня второклассник с любопытством рассматривает новый кабинет и показывает своей маме. Развивающие игры, интерактивная доска, ничего подобного в старом корпусе не было. Но еще больше родители школьников оценили новое время занятия детей. Плюс, конечно же, огромный в первой смене, потому что мы уже проучились во второй смене, немножко неудобно. Весь день занят школой, а теперь мы будем освобождаться до обеда, и весь день у нас будет свободный. Мы, наверное, подумаем о дополнительных секциях, кружках, возможно, пойдем в музыкальную школу. В новое трехэтажное здание на уроки будут ходить ученики 14 начальных классов. И у всех занятия теперь будут начинаться с утра, в первую смену. Чтобы выполнить это поручение президента по типовому проекту, школьный корпус построили меньше, чем за год. Радостно начинать Новый год с новой школы. Это школа будущего. И это очень важно нам понимать. Если мы говорим об экономическом развитии нашего региона, если мы говорим о качестве медицинских услуг, о качестве образования, то вот это самое качество рождается здесь, в школах. В тех школах, которые мы сегодня построим. В современных школах. Потому что нам очень важно, чтобы дети были успешными. И если мы сможем в них вложиться, дать им основу, базу знаний, и они станут успешными. Наш край, нашу Кубань будет еще более успешней завтра. Новую пристройку возвели благодаря поддержке правительства страны. Строительство корпуса начальной школы в Армавире обошлось в 300 миллионов рублей. При этом большая часть это федеральные деньги. Порядка 200 миллионов. Армавир нуждался в новых школах, потому что во вторую смену у нас учатся более 7,5 тысяч ребят. И вот тот подарок, который сегодня город Армавир получил, это очень знаково для нас, потому что больше 30 лет в городе Армавире не строилось новую школу. Группа компаний сейчас, благодаря, так сказать, решению администрации края, строительство школ, в данный момент вот три школы строятся. Планируется дальше еще увеличение, так сказать, строительство школ. Новый корпус Армавирской девятой школы, по сути, самостоятельное здание. Свой большой пищеблок с разнообразным меню на каждый день. Спортзал, которому позавидует любой атлет. Медицинские пункты, где даже есть стоматологический кабинет. Тут же и помещение для занятия ритмикой, секции робототехники и группы продленного дня. Отдельно в построенном корпусе оборудовали библиотеку. Вот такой просторный читальный зал и вся необходимая для учеников литература. При этом, что важно, ни одна книга не будет потеряна. Каждую маркируют специальным штрих-кодом, чтобы потом можно было узнать, кто и когда брал книгу и вернули ли ее обратно в библиотеку. Все, книга занесена в базу данных. Кроме того, здание школы разбили на зоны. Например, на первом этаже будут учиться только первые классы, а вторые – этажом выше. Продумали и досуг детей на переменах. Так называемые места рекреации, где можно поиграть в классики или в шахматы. Современным оборудованием оснастили и каждый учебный кабинет. Как признался губернатор, о таком в его детстве можно было только мечтать. Это уже будет таким классом, который может быть частью из нашего детства, но уровень, конечно, в целом оборудования, объемов и аудиторий, и холлов, и коридоров, и классов, конечно, явно не из нашего детства, а из наших мечт. Мечты сбываются. Им повезло. Сегодняшним мальчишкам, девчонкам повезло, потому что то, о чем мы мечтали, для них – реальность. Это самое главное. Нам тоже повезло, потому что работать в таких классах, в такой школе тоже. Впрочем, учителям есть чем сравнивать не только в роли педагогов. За чаепитием с Венемином Кондратьевым выяснилось, что большинство из них – выпускники этой школы. Правда, занимались грамотой и арифметикой они в соседнем старом здании. Теперь же у них появилось куда больше возможностей сделать образовательный процесс еще и увлекательным. В нашей школе именно собрали очень много методической литературы, у нас много информационного материала. То есть мы теперь можем и рассказать, и показать, и вовлечь, чтобы наши дети научились. И мы думаем, что мы дадим именно качественное образование, и мы будем выпускать уже успешных учеников. Две категории, которые сегодня для меня в большом приоритете – врачи и учители. Потому что от этого зависит, во-первых, как я уже сказал, будущее – это в ваших руках, но и здоровье, и будущего, и настоящего – это врачи. И сегодня, да, мы активно, бюджет сегодня наполняется, активно работаем. Явно этого недостаточно, явно недостаточно для того, чтобы мы все-таки очень так ощутимо подошли к решению ваших бытовых вопросов. Это я реально понимаю, реально понимаю, я об этом думаю. И вот как только еще мы сможем на один уровень подняться в бюджете, мы здесь пойдем на эти решения, где-то прецедентные решения. Поддержка учителей – один из приоритетов для краевых властей. Ведь смогут ли дети в этих стенах получить качественное образование уже зависит от самих педагогов. И сегодня армавирские учителя с этой задачей справляются, отметил Вениамин Кондратьев. И со своей стороны пообещал, что регион будет и дальше продолжать создавать условия и строить новые школы. Чтобы такие школы строились больше и больше, и не только армавир, сегодня мог гордиться такой школой. И она не должна у вас быть последней, а крайней, как говорят летчики. Ну и, конечно, во всем крае такие школы должны появляться, потому что, я уже сказал, мы строим и школы, мы строим будущее. У нас армавир первая, ласточка Вениамин Кондратьев, вот школу мы сегодня открыли. Сегодня же в Орубском детский сад открываем, завтра в Сочи школа на 400 мест мы открываем. 7 марта – Новороссийск, Гайдук, школа на 400 мест. А 1 сентября мы впервые, Вениамин Кондратьев, в истории вообще региона получаем школу 1500, а в Краснодаре – 1000 еще в Краснодаре и несколько еще проектов. Всего в этом году в Краснодарском крае одновременно по федеральной программе возводят 10 новых учебных заведений в разных районах Кубани. И уже до 1 сентября 8 из них прозвенит самый первый в истории школ «Звонок». Мария Крошина, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Армавир.